По случаю близящихся праздничных дней и последнего занятия, самую вторую часть, на этот раз я решил сделать веселой и посвятить ее совершенно неожиданному поэту, а именно Графу Хвосту. Графу Хвосту А лучше всего о Графе Хвостуе сказал поэт Дмитриев. Надеюсь, не на самом деле. Хотя вот Хвостов, как вам взяло, и Дмитриева просто ненавидел. Так-то он был очень мирный человек и хотел, чтобы все поэты жили мирно и счастливо, и в дружбе, вот только растерзать этих двоих надо, тогда все хорошо будет. А Дмитриев сказал о Хвостуе вот что. Его сочинения замечательны не тем, что они плохи. Плохими стихами нельзя прославиться. А он в Петербурге и Москве составил себе имя тем, что в его сочинениях сама природа является на выбор. Например, известный закон оптики, что отдаленный предмет кажется меньше. А у него в притче два прохожие. Сперва ему издали кажется туча, потом она оказалась горою. Потом подошли ближе. Увидели, что это куча. У него так и называется вазня «Туча, гора и куча». У него в тех же притчах осел лезет на рябину и крепко лапами за дерево хватает. Голубь разгрыз зубами узелки. Уж становится на колени. Вор ружье наметил из-за гор. Наметил из-за гор. В общем, что-то подобное однажды встретилось у ироничного Тимофея. Из-за леса, из-за гор показался Кир к Егору. Еще можно сказать, что немного позаимствовал Тимофей у Хвостова. И как ни странно, у Хвостова заимствовали многие. И это довольно занятные заимствования бывали, потому что железный стих, который мы помним из Лермонтова, Лермонтов взял у Хвостова. Только соус из чего там? Из горечи и власти? А, это Лермонтов. Да, это лермонтовский соус. Точно так же Державин взял у Хвостова свою всем памятную щуку с голубым пером. У Хвостова она выглядит так. Кара сметется, а щука вокруг него кольцом плетется. Прельщает голубым пером. Он много дел забавного. Самое вот это, например, чисто относится к 20 веку. На начало 19-го. Это просто непредставимо, но тем не менее есть. Безумно, ветрено, без всякого звука прыгнуло из норы мышь в лапы любу. Самое вот без всякого звука. Пушкину очень нравились его стихи на наводнение петербургское. Да, несчастье Невских берегов. Ну да, Бог, с ним гораздо интереснее, что это великое наводнение Хвостов воспел дважды. Первый раз он его воспел за 10 лет до того, как оно случилось. Можно сказать, что он его предсказал. Выглядит это очень запоминающееся и энергично. Пятнадцатый год. Слово не сытый он очень любил. Его потом позаимствовала у него Анна Андреевна. Несытые взгляды твои. А несытым не таки влетает? Это Державин? Они местами соревновались с Хвостовым. Во всяком случае, Хвостов с ним. Точно так же, как Державин, Хвостов написал оду Бог. И эту оду послал Державину. А Державин, что, чтобы передать Хвостову Лила, ответил ему неприлично, что у того, вместо головы кобылья задеться с Хвостовым. Вот такие у них были. Никакого. Но так, до начала девятнадцатого века, из толпы стихотворцев он ничем не выделялся. Третий степенный поэт, третий степенный драматург. Екатерине Великой его комедии нравились. А в начале века он выпустил первую книгу басен, которая вообще-то потрясла современникам. На этой книге была основана его великая слава. Вот басня, из которой молодой Пушкин позаимствовал один оборот. Я ее с удовольствием покачал. Она называется «Мужик и блаха». Мы от кичливости, нередко и от линий, возносим к небесам бессмыслевые пени. Как будто с нас Бог всякий час спускать не должен глаз. Он будто пестун наш. Коль так-то, где ж свобода? Вопль мужика летел небес до свобода. О чем кричал мужик? Блаха его кусала. А она, как зверь лиха, и кровь сосала. Он челобитствовал о том лишь у небес, чтобы управился с блохою герахулецем. Или чтоб на нее свой гром пустил зерез. Мужик, не умный чай, таскайся за сахою, и небу не скучай, блохой герахулецем. И небу не скучай, блохой герахулецем. А, ну типа не выпендривайся. Не будешь подриваться. Ну да. Это выражение позаимствовал молодой Пушкин, когда написал. И музя не скучай. Так к любому слову можно прицепить, что один поэт позаимствовал... Так, так и было. Ну, не совсем, не совсем. А вот Забородский кое-что позаимствовал. Это очень интересно. Тут я обращусь к одной хвостовской оде. Имейте в виду некоторые места, услышав, вы не забудете уже никогда. Вообще-то она посвящена северному мореплаванию. И выглядит это так. Но просвещенный рост чего не победит. Природа рабствует, лишь он ей повелит. Где жили марш, тюлень, где ужасали льдины, там строят города. Там мирные долины, там пашни, там луга Христовой Церкви нравы. Там помышленности без хитростной уставы. Всех прежде русские, разве я белый флаг. На льдистом севере нашли архивки лаг. Он все знал заранее, да. Там земли новые усердием открыты. С кораблом острова, камней, гранитов, плиты. К обоим полюсам всех далее русский плыл. Куда ни в норд, ни в юг, и кук не заходил. Вот создается впечатление, что он открыл пятую сторону света. И тоже северную. Норд, юг, и кук. И по поводу северных стихов Заболоцкого об освоении полярных широт. Лидия Корнеевна писала, что как это сделано, такая инструментовка. Тут тебе и державин, тут тебе и болатынский. А все то флейты слышатся, то будто фахтопьяно. И за всем этим очевидная рожа Олейникова. А вот это самое за рожей Олейникова физиономия сардинского графа, которого Заболоцкий очень даже как раз хорошо читал. И очень им пользовался для своих столбцов. Но поехали дальше. Некоторые вещи я буду читать только кусочками. Вот в одной из басен «Описание старости льва». Я выделил три строчечки просто. Лев жалок стал. Лев плачет за углов. Лев доет и лежит в пещере, Как йов в море золк. Вот три строчки из еще одной басни. Я их несколько выливаю из контекста чисто потому, что некая грамматическая иллюзия превзошла грамматическую реальность тут. И случилось как раз то, о чем писал Дмитриев. Так муловей в осе, а муха в пауке. Комар в кузнечике, кузнечик в червяке, Тьма насекомых, птиц и все четвероногие. Иногда у него происходит совершенно удивительная мифология. Про Орфея в одной из басен он рассказывает дивную историю. Что у Орфея была роща, в этой рощи пел соловей. И этот соловей Орфея вдохновлял. В роще завелся гадкий сверчок. Сверчок у соловья хотел доход убавить, себя прославить. Хозяина и соловья глушил, нескладным голосом всегда он петь спешил. Орфей, наскуча криком, он в секце при великом туда, где был сверчок полез. И соловью сверхчка, как Марция, принес. Такой мифологический оборот. Про осва, которые лезут на рябину, это надо прочесть басню наполовину. Скопились некогда средь лета облака. Не видно солнца боли, пустым осталось поле. Льется небес река, тогда медведь бежит в берлогу. Кроты сидят в норах, а птички на кустах. Тогда пошел в дорогу осел один. Хотя осел не умный господин, но боль он чувствует, как всякая скотина. Ослу, как и лисе холодный дождь, наносит дрожь. Стояла на поле, где шел осел рябина. Осел с приветством к ней, голубушка моя. По милости твоей не буду зябнуть я. Как епанча листы твои меня покроют. Ослу приятную жизнь среди дождя устроют. Я вижу птички там. Так для чего не быть ослам? Ослиной головой хватает и крепко лапами за дерево хватает. Ползет и дерево грызет. Цепляется ногами, но длинными ушами за ветку зацепил. Осел мой сел, и на рябине он висел. Ну а напоследок мы обогатимся к его стихотворениям о Халире. Вот они остались в памяти современников. Неужели только что-то смешное? Очень. И зрители, что обо всем все смешно. И о смерти тоже смешно. Конечно, это самое смешное. В любом случае это производит впечатление. Ступил на север зверь кроватый, лья мгновенно смерти ед. Язык горящий, а макает в потоке быстрые нивы. Река, лишась прохладной неги, в себя прияв недуга семя, внутри питает зной и жар. Струя, подобно белизною золотой ороги и жемчугу, на воздух скелет смрадный дым. Почувствовав холеры тягость, спешит на тот жещий народ. Не постигая скорби корня, тоскует лакомств вредных раб. Обители закрыты, не веют в тростники зефиры, увяли на лугах цветы, пресеклись съезды и гуляния, при встрече бар прострудинов от черной немочи запрос. На мущево отверстых храмы уста пресвитеров гремят все зрелища великолепно. Первосвященники грядут, грядут с хоругвами смиренно и полно словословьем с огны земли возносят к небу глаз. Там пастыри среди народа горящим сердцем в звучном лике святую сей благодати. Огромные здания больницы, полумертвые пьют жизни сок. Граждане знатные, вельможи, от смерти входы сторожат. Сугубя миг врачи все частно пространство облетают града. Их ум крыватый быстрый взор, под кровом хижин и в чертогах страдальцев бедных видят муки и облегчение несут. Ну вот страфа из одного стихотворения, да. Свирепо исчадье ада, Восстал неукротимый змей, Шипя на воздух льет отраву, Плечист огромен и крылат. Плечистый змей. Как я вспомнила на один советский степь, советская газета, раздуваются в грунде. Команды коренастых, плечистые... Имя нам коммунисты, потому мы и любят. Да, да, да. Ему не тосно родился, уж простите меня, вот от кого яфа, у спортсового-кстового, выкидите за графом. У кого, у кого-то что-то... Ну, у спортсовцев, все время-то, значит, ну... Алексей Николаевич и Павлович. Нет. Так, что это самое. Ну, спортсовцев, у спортсовцев, ну, да. Ну, да. Они все ездят туда.